Всем привет! И сегодня наконец-то займемся переделкой вот такой штуковины. Это довольно примитивный бортовой автомобильный компьютер с красивым названием Orion BK06. Имеет довольно большой, но бессмысленный функционал. Типа часов, которые постоянно сбиваются, два врущих термометра, уличный и салонный с фиксацией максимальной и минимальной температуры. Время работы двигателя и всякая такая фигня. Меня же интересует всего несколько функций. В первую очередь, собственно, зачем оно мне и надо. Это тахометр. Ну и на всякий случай пригодится вольтметр с фиксацией просадки напряжения при запуске. То есть замер минимального напряжения при работающем стартере. В целом меня эта штука устраивает. Но ведь не просто так же я затеял переделку. А дело в нескольких проблемках. Самое главное, это частично сдохшие светодиоды в индикаторе. Светодиоды я, конечно, запаял новые. Но, как оказалось, дело не только в выгоревших светодиодах. Но и в отсутствующем на них сигнале. А это уже мертвая микросхема сдвигового регистра. Проблемка поменьше. Мутная зашарпанная стеклышко. На этом бесящие меня проблемы практически заканчиваются. И, казалось бы, заменить сдвиговый регистр и наслаждаться. Но вот еще один нюанс. Это постоянно вылетающая кнопка переключения режимов. За этот год я уже три раза ее перепаивал. Проблема эта связана с слишком большим количеством ненужных режимов. Из-за чего, чтобы просто посмотреть напряжение борт сети, нужно сидеть и долго тыкать эту хрень. А потом еще столько же тыкать, чтобы вернуться на режим тахометра. В общем, думал я думал и решил психануть и выбросить нафиг родную плату со всеми ее недостатками. Идея собрать новую начинку. Естественно, на Ардуинке. Как вы любите. Оставить только нужные мне режимы и, может быть, в дальнейшем допилить какими-либо своими режимами. По деталькам, кроме Ардуины, понадобится еще DC-DC преобразователь. Мне как раз приехали миниатюрные модули Mini360. При своих скромных габаритах способны выдать до 3 А кратковременно. Или 2 А в постоянном режиме. Ну и соотношение характеристик к стоимости отличное. Индикатор, пожалуй, пока что оставлю старый. Все-таки не зря же я его чинил. А как-нибудь надо будет заказать такой же синенький. Просто синяя подсветка мне больше нравится. Кстати, да, подключать индикатор будем напрямую. Так как у применяевого микроконтроллера от Mega 328 выводов дофига. А навесного будет не так уж и много. Нам хватает выводов, чтобы обойтись без микросхемы сдвигового регистра. Штатную пьезопищалку, наверное, применять не буду. Какая-то она тихая, да и звук не особо. Возьму обычный магнитный бузер. Вот только чтобы он влез на штатное место, спилил ему голову. Сама плата, конечно же, макетка. Тем более так совпало, что по ширине она уже тютелька в тютельку как надо. И так как наблюдались проблемы с кнопками, стоит, наверное, от них отказаться, а поставить сенсоры. Вот такие малышки способны реагировать с 3 мм на палец. А еще имеют настройку чувствительности, режимы работы и можно даже задать выдаваемый уровень. И, конечно же, из-за отсутствия какой-либо механики, тут просто нечему ломаться. Еще понадобятся какие-нибудь резисторы, транзисторы и подобная мелочевка, с которой будем уже разбираться по ходу дела. Раскидал детальки на макетке, как мне кажется, максимально рационально, дабы сократить количество перемычек. И, настроившись на нужную волну, сразу распаял индикатор. Пины использовал рандомные, так проще паять. Подключение индикатора все равно не зависит от физической распиновки. Потом это все настраивается программно. Каждый разряд индикатора подключил через транзистор, хотя это и не обязательно. Но зачем лишний раз перегружать порты, да и яркость индикатора с транзисторами будет выше. Для экономии места использовал SMD-транзисторы в корпусе SOT-323. Бузер, естественно, тоже подключаем через транзистор. Причем, не забываем учесть, что это не активный бузер. А значит, потребуется посылать на него шим-сигнал. Перед тем, как запаять питание, выставим 5 вольт на DC-DC преобразователе. И дабы случайно не сбить подстройку, капнем фиксатора резьбы на подстроечный резистор. На пин А4 вешаем делитель, через который будем замерять бортовое напряжение. Для измерения оборотов используем прерывание на порту D2. Сигнал возьмем с минусового провода катушки зажигания, в варианте для карбюраторных двигателей. Или точно так же, но уже от модуля зажигания на инжекторе. А так как катушка – это источник различного мусора, необходимо поставить простенький фильтр. Кнопки, а вернее сенсоры, вешаем напрямую на порты. Обойдемся без внешних подтягивающих резисторов. Микроконтроллеры от Мега имеют внутренние подтягивающие резисторы, которые мы потом включим в скетче. Сами сенсоры я установил в штатные места кнопок. И эпоксидной смолой сделал прозрачные бугорки. И тут я уже думал, что с пайкой закончена. Но при попытке тестовой проверки всех узлов, вылез некий нюанс. Как оказалось, не все порты от Меги могут работать в цифровом режиме. А именно аналоговые порты А6 и А7 невозможно переключить в цифру. Ну да и ладно, не беда. Перекинем их на задачу по считыванию бортового напряжения. И один из сенсоров. Обязательно кто-то будет просить полную схему устройства. Вот собственно и она. Итоговый вид платы как-то так. Теперь можно перейти к прошивке. Особо рассказывать, пожалуй, не буду. Скетч прокомментирован и кому будет интересно, сам почитает. Озвучу лишь основные моменты, связанные с настройкой. Библиотеку для индикатора, как всегда, можно будет найти в описании. Подходит она как для индикаторов с общим катодом, так и общим анодом. Конкретной привязки по пинам нету. Все выставляется программно. Для настройки точного отображения напряжения борт сети нужно подстроить поправку. И в формуле подсчета оборотов надо учесть тип двигателя. Для четырехтактного движка искра в каждом цилиндре щелкает один раз за два оборота. То есть я буду получать по два импульса на один оборот коленвала. Ну и закон Мерфи никто не отменял. Прям в процессе настройки и калибровки отвалился очередной светодиод. Чинить этот индикатор в очередной раз уже нет желания. Поэтому заказан новый синенький, а этому уже точно пора в утиль. В устройстве пока что вышло реализовать не все задуманные задачи. Но основа уже проверена и настроена. А дальнейшую реализацию, наверное, перенесу уже по прибытию нового индикатора. Да и видос не очень-то хочется растягивать. А то еще позасыпаете там. На данный момент полностью закончен режим тахометра. Режим вольтметра. Отключение при простое более 20 секунд. И просыпание от кнопки или от завода двигателя. Последующие режимы ожидайте в следующих сериях. Ну и естественно это все проверено в реальных условиях. Все-таки одно дело на стенде. А другое подключать микроконтроллер к двигателю внутреннего сгорания. С его кучей шумов, помех и иголок под сотню вольт. Если вам было интересно, не забудьте поставить лайк. А чтобы не пропустить следующие серии по этому и другим еще более интересным проектам, рекомендую ткнуть на подписаться. На этом на сегодня все. До следующих серий. Субтитры создавал DimaTorzok